В Югре учеников, которые показали отличные результаты в учебе на Всероссийской Олимпиаде школьников, ждет денежное вознаграждение. В плюсе будут и их наставники. Такое решение приняли сегодня на очередном заседании Кружного правительства. Теперь призеры региональных этапов Олимпиад и их педагоги-наставники будут получать денежное поощрение в виде 100 тысяч рублей. Столько же получат выпускники, которые смогут сдать ЕГЭ на 100 баллов. Наиболее заметное из этих предложений касается увеличения денежной выплаты с 20 до 100 тысяч рублей выпускникам общепрозавательных организаций, набравшим 100 баллов по одному и более учебному предмету, по результатам ЕГЭ и школьникам, ставшим победителями, призерами заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников. В Сургут прибыл знаменитый эшелон Победы. Паровоз 1956 года выпуска демонстрирует подвижной состав времен Великой Отечественной войны. Сургут стал 27-м городом, в котором остановился ретропоезд. В связи с реконструкцией железнодорожного вокзала остановка эшелона Победы в самом крупном городе Югры прошла без торжественной встречи. Однако без внимания ретропоезд не оставили. Сургутский танцевальный коллектив выступил с победным вальсом. Что касается обустройства поезда, в его составе солдатский вагон «Теплушка», офицерский вагон, аптека, перевязочная, санпропускник, кухня, хлебопекарня, электростанция. На открытых железнодорожных платформах выставлены образцы исторической военной техники. Легендарный танк Т-34, пушка М-42, реактивная установка «Катюша» и автомобиль ГАЗ-67. Новинкой этого года стал вагон памяти, в котором любой желающий может разместить портреты своих родственников, участников Великой Отечественной войны. На данный момент в вагоне памяти более 200 фотографий. Те портреты, которые уже проследовали часть маршрута, мы оцифровываем и передаем на специальный сайт РЖД для дальнейшего использования в проекте «Вокзал и памяти». Мы надеемся, что в следующем году этот проект будет более активным, потому что мы только запустили. Многие об этом узнают, когда мы прибываем, но часть портретов нам приезжает, даже на других станциях передают. Более 5000 юных нягоньцев отдохнут и оздоровятся летом. В этом сезоне в городе будет работать 16 детских лагерей, а на базе третьей школы впервые организуют профильно-технический отряд. Все заявления от родителей уже приняты. До 1 июня образовательные организации должны проработать вопросы по безопасности, в том числе противопожарной и по качеству питания. Также сформированы планы по организации выездного отдыха. Нягоньцы побывают на Алтае, в Казани, Краснодарском крае, Оренбургской области и Республике Башкортостан. Активно провести лето смогут и те, кто не попадет в лагерь. В городе этим летом пройдут различные спортивные конкурсы и фестивали. Активно задействовать площадки, локации на территории парка. И в неделю, еженедельно предоставьте, пожалуйста, программы предварительные, для того, чтобы мы могли проанализировать, посмотреть и при необходимости внести какие-то коррективы. И предлагаю вам, как руководители, все-таки тоже пробежаться, визуально осмотреть и ознакомиться с программами, чтобы потом не отталкиваться от рассказов наших, ваших подчиненных, а все-таки где-то через себя содержание этих программ.